То есть никаких грузовиков, никаких КАМАЗов, никаких колесной техники, никаких бочек-водовозок вам не заезжает. То есть у нас выбраны самые лучшие материалы, отработаны, и если бы мы знали, что использовать лучше, мы бы уже используем. Никаких кессонов не надо, никаких механических релей, никаких больших баков 100 литров не нужно. Продолжаем цикл характеризующих территорий, которые мы обеспечиваем водой в те места, где те районы Московской области, в которых мы работаем по водоснабжению частных домов. Очередь пришла район Руза и ближайшие окрестности. То есть район очень благополучный, все хорошо. Еще скважины в основном на 80-90%, скважины 30-40 метров на песок так называемый, слой песчаный огромный. Вода неплохого качества, можно даже сказать, иногда встречающаяся хорошего, абсолютно питьевая встречается. Если встречается железо, не так страшно. То есть вся территория в первом приближении это 40 метров скважины на песок. Есть места, где они не получаются по каким-то причинам. Их немного таких мест, они практически все индивидуальные, они себе понятны. Там небольшие артезианки, около 100 метров. 80-100-110 метров неглубокие артезианские скважины. Они заметно хуже по качеству, делать их не надо. Если есть возможность сделать скважины на песок в русском районе, то лучше так и сделать. Выбор не стоит между артезианским и песком, песок в приоритете. По количеству обычно дебеты высокие, 3 куба в час можно абсолютно спокойно добывать из таких скважин. А 3 куба в час это 15 ванн в час, вам столько не нужно. То есть это закрывает любые потребности любого домохозяйства. По поводу обустройства уже много раз говорилось. То есть единственным оптимальным способом обустройства скважины это погружной насос, скважинный адаптер, бак и блок управления в доме. Блок управления электронный, никакие механические. Вот эта цепочка, она уже оптимальна. Никаких кессонов не надо, никаких механических орлей, никаких больших баков 100 литров не нужно. Есть оптимальный способ обустройства. Если бы мы и материалы соответственно, то есть у нас выбраны самые лучшие материалы, отработаны и если бы мы знали, что использовать лучше, мы бы уже использовали. То есть это оптимальное решение. Оно немножко улучшается, но пока мы даже не знаем, как его улучшить. И третий момент – это химводоочистка. Вода – это природный источник воды. Иногда он бывает идеальным, но очень редко. В основном он не идеальный. Какие-то имеют растворенные в нем примеси. Для того, чтобы вода стала в крайне идеальной, ее надо очищать, делать химводоочистку. И соответственно потом всю эту воду куда-то надо деть. Когда она будет использована, слить ее в канализацию, в септик. То есть вот все вот эти три вещи – добыча воды скважина, обустройство ее насосным оборудованием, химводоочистка и канализация – они неразрывны. То есть, обращаясь к нам, мы готовим для вас решение, фиксируем на начальном этапе цены. Стоимость скважина фиксирована, фиксированное обустройство, фиксированная химводоочистка, фиксированная канализация. Ни в коем случае старайтесь не разделять между исполнителями. Один делает одно, другой делает другое, третий делает третье. Работа получается негармоничная, кривая, косая, получается черти что. И самое главное – нарушена ответственность. Вы никогда не разберетесь, кто за что отвечает. Или это буровики плохо сделали, или это насос плохо повешен. Вообще не разберешься. А если еще в эту цепочку вмешать водоочистку и канализацию, то просто там крайних вообще не бывает никогда, причем работы предельно кривые. Чем больше вы разнородных исполнителей в одну кучу замешаете, тем кривее будет работа. Соответственно, как оптимально себя вести? Обратитесь к разным организациям, пусть вам просчитают все варианты. Вот, например, если вы к нам обращаетесь, напишите на WhatsApp, пришлите точку, местоположение, точный адрес, как вас зовут, основные задачи, которые вам предстоит реализовать. Например, строительство частного дома, либо отвод на баню, еще что-то, какие-то задачи, которые вы хотите реализовать. Опишите их в WhatsApp, я вам отвечу. Приготовлю готовое решение с фиксированными ценами, все понятно будет. Вы попробуйте их к другим, обращайтесь, пусть они вам то же самое подготовят, и вы потом сразу поймете, что стоит вам делать. Вы сравнивайте не стоимость какого-то мифического метра или какой-то отдельно взятой вещь, а всю целиковую работу сравните, и, соответственно, тогда будет сразу все понятно, все интуитивно понятно. Теперь смотрите, техника у нас только малогабаритная. Гусеничная на резиновых гусеницах, мобильная. То есть, проезд нужен полтора метра, площадка для работ 3х4 около дома, вспомогательная машина «Газель». То есть, никаких грузовиков, никаких КАМАЗов, никаких колесной техники, никаких бочек-водовозок вам не заезжает. Ни на участок, ни всякие переулки, это очень важно. То есть, не стало никаких этих огромных буровых установок, они как-то потихонечку отмирают. Вот, соответственно, никаких стальных труб, только пластиковые трубы. Это лучшее, что сейчас есть. Соответственно, вся цепочка у нас полностью отработана с задачей создать лучшую технологию, лучшую работу. Лучшее все, начиная от буровой техники, буровыми обстановными трубами, насосным оборудованием, и такая же история в химоводоочистке и в канализации. Вся цепочка оптимальна. То есть, мы огромное усилие прикладываем, чтобы добиться самых лучших, так сказать, и материалов, и решений, и схемотехники, и способов применения, и логики применения вот этих вот решений. То есть, в принципе, мы сейчас подошли к тому, что можем обеспечить оптимально по цене, по качеству, любое домохозяйство. В данном случае я про русский район рассказываю. В русском районе мы 100% в любой точке русского района и ближайших вот так районов, район Рузы, можем обеспечить водоснабжение дома гарантированно от начала и до конца. То есть, за заранее сформулированную, подсчитанную цену. То есть, без всяких вот таких вот скрытых каких-то вещей. То есть, мы на начальном этапе все фиксируем и выполняем. Что очень важно. Мало кто так делает. Так что, можно сказать, что к 2024 году мы добились очень такого конвейерного подхода к решению таких задач. Так что, обращайтесь. Обязательно в русском районе выезжает инженер, с вами смотрит ситуацию, заезд, смотрит, какие сложности, что кому мешает, где кто встанет. Определяемся и выполняем. То есть, обычно это за неделю после обращения. Через неделю после обращения мы вас уже делаем. То есть, сейчас наладили достаточно такой конвейерный подход. Продолжение следует...